Ну что же, мы собрались в путешествие в Карпаты. Еще даже толком не знаем какую часть. В сторону Татарова. И сейчас выдвигаемся со стороны Змеева в Харьковской области через Мерефу и на Киев, Житомир. И с Житомира будем сворачивать. Это первая часть пути. Начинаем. Первой остановкой на пути оказалось место, на котором мы уже были. Это Такое особенное озеро в карьере. Каньон или карьер гранитный. Красивое место. Здесь сюда есть смысл приехать посмотреть. Везде лежат такие интересные отвесные гранитные камни. Ну и красивое такое соответственное утреннее озеро. Вот там вот. Не знаю видно или нет. Гранитные берега. Я еще покажу. Это красивое место. Сюда стоит заехать посмотреть. Городка растышу. Как раз мы сюда приехали уже около 3 часов ночи. Ну что же. Мы сегодня проснулись вот в таком колоритном месте. Честно говоря посмотрю как это будет видно. Вот такой каньон. Здесь есть еще и каньон. Он на другой стороне трассы. И это неплохой способ с утра выпить кофе. Вот наверное в эту сторону лучше освещен. Значит это карьер глубокий. Стоячая вода. Вода очень теплая. Ну не знаю. 27 градусов наверное. Просто даже практически не освежает. Так это с утра еще солнце не светило. На той стороне обрыв. И прыгают со скал. Ну с обрыва этих. Но туда ну в принципе есть и заезд. Это первая наша остановка по дороге в Каменец Подольский. И выжиться в Каменец Подольском мы планируем зайти в замок или дворец. И там уже будет вход. Недалеко будет до самих Карпат. Ну вот такая здесь местность. Просто мы здесь остановились. Приехали в ночи часов в два-три. Пока обмылись. Жарко хоть и с кондиционером. Но все равно пришлось обмываться. И около трех заснули. Но уже в 9 часов надо было вставать. Потому что солнце нагревает палатку. Подъем и купаться. Ну а так как это гранитный карьер. Тут везде такие обрезки гранитного производства. Собственно даже ночью слышно как они что-то там режут. И это тут повсюду вокруг валяются интересные. Иногда плиты такие почти надгробие. Такая ровная плита. Только где-то скол какой-то. Вот например совсем ровная. Но видимо что-то пошло не так. Вот уголок откололся его выкинули. Ну и так дальше так дальше везде. Везде это валяется много и повсюду. Видно вот как колят его. Отверстие просверлено и туда заливается специальный раствор. И он туда колет, раскалывает. Вот видите как вот здесь. Одно, второе, третье. И оно должно было расколуться. Вот как например этот камень. Сверлились и потом отколол. По линии сверлений откалывались. Ну и тут много-много такого. Поэтому вот такое интересное колоритное место. Вода прозрачная. Чистая, прозрачная. Такого зеленовато-голубого цвета. И очень теплая. Во всяком случае сейчас больше 30 градусов. Температура воздуха. Поэтому жарко. Дорога на протяжении в принципе плохая. Единственное, мы же свернули с Жатомирово на Пердичево. И вот с Пердичево на Хмельницкий. Дорога конечно терпима. Но не очень, так скажем. Поэтому обратите на это внимание. Но терпимо. Я еду 100 км. Ну а заночевать мы решили на Днестре. На реке Днестр. Сейчас вечер. Почему в Каменец-Подольском нет никакой возможности нигде покупаться? Река. На каньоне. Ну это... Ожас. Да. Купаться там река не было. Однестр. Крупная река. Здесь мы доехали до села Атака. Свернули направо. И просто такой городской от села. Городской пляжик. И здесь сидим. Разложились. Сейчас разложим где-то здесь палатку. И переночим. И сегодняшний день удался. Потому что был насыщенный. Несколько интересных мест. Ну и продолжим дальше. И так у нас река Днестр. Утро мы начали вот на той стороне. Вот с левой стороны там за поворотом мы остановились. Есть пляж села Атака. За мостом сразу направо и до городского пляжа. До конца села и к речке. Там можно остановиться. Это Днестр достаточно широкий. Вода такая немного мутноватая. Из-за грунта на котором она стоит. Камни. Берег каменный. И вот там вот видно даже такой каньон как в Каменец Подольском. Ну конечно не такой. Но однако. И это вот Хмельницкая область. Надпись Хмельницкая. Расвятая Хмельниччина. Так начинается третий день. Ну а в Хотине есть вот такая интересная крепость. Квартица. Дуже добрая. Как мне так понравилось больше чем в Каменец Подольском. Сейчас еще покажу ее снаружи. Вот такой вид вокруг этого замка. Такой достаточно большой красивый. Здесь место колоритное. Прямо на берегу реки. Вот с этой стороны там за стеной. Тут вот есть такой мост. Потом какая-то защитная еще стена. Еще ров такой. Здесь наверное был когда-то подъемный мост. Но тут просто дорога. Ну вообще красиво. Рекомендую. Вот так она выглядит сбоку. Здесь еще сооружение более османской империи 18 века. более позднее. Ну вообще красиво выглядит. Так помаши ручкой. Ну а вот с той стороны река. Вот такой вид на эту крепость с оборонительными сооружениями сверху. И вот там река Днестр. Достаточно широкая река. Интересная. Мы купались. Вода теплая. Прямо чай. Она вот так выглядит. Выглядит. Вместе с рекой. И с высоты. Интересная крепость. Рекомендую посмотреть. Хотинская крепость. И так вот в таком месте мы остановились на следующую остановку. Такая бурлящая река. С порогами. Есть костер. Речка с мясом. И здесь мы останавливаемся. По сути дела на въезде в Карпаты. Переехали. Речку Прут. И сразу возле моста. Есть съезд. Вот мост. Купаться практически невозможно. Сносит. Можно только возле берега лечь. А тут такая скорость течения. Что просто вот здесь возле берега можно полежать. Ну вот такое у нас теперь начало отдыха в Карпатах. Ну что же. Начался четвертый день. Мы уезжаем с этого места. Место неплохое. Правда немного было мусора. Мы насобирали две кулька мусора. Который люди понабрасывали. Ну и хотим оставить после себя немного чище место. Чтоб людям было приятно приехать. Едем на ближайший водопад. По дороге выжиться. Чистая слеза называется водопад. Следующая остановка на нем. Отъехали буквально пару километров от места стоянки на реке Прут. И пожалуйста заехали на гору. И горы интересные. И вот туда на эту дорогу. Которая сейчас по центру. Будем ехать. Это в сторону водопада. Чистая слеза. Мы подъезжаем к водопаду. Здесь уже въехали в такую местность. Где видимо это будет под горой. Вода будет с горы. И собственно мы не потихонечку спускаемся. Но и вместе с нами спускаются достаточно такие потоки. Ну речушки. Которые текут сверху через села. Интересное место. Еще мы не доехали до самого водопада. Но остановились чтобы специально спотографировать. Здесь есть места для отдыха. Вот хорошая дорога. Началась с последнего села. Но до этого была и грунтовая. Поэтому та дорога по которой мы поехали. Ну такая Трофи не очень. Так скажем. Можно сюда заехать с другой стороны. Может быть там дорога лучше. Но была ну совсем грунтовая. Ага. Все таки я включил видео. И это такой водопад чистого слеза. Ну ручеек. Вряд ли это водопад. Не называется водопад. Может быть лингу водопадом в основе. Может колысь. Ну вот так себе. Но интересное. Большое расстояние. Ну вот. Так выглядит сверху. Вот так вот чистая слеза. Вот таким образом. Но там сейчас ниже немного более синий обрыв. Но течет вот по тихому. Ну вот полный водопад куда мы ехали. Конечно такой не агарский водопад. Здесь рядом с водопадом протекает небольшая речишка. Ручеек. Ну она такая бойкая. Шумит. С порогами. В ней можно. Не очень холодная. Так скажем. И не связана с этим водопадом. Бежит раньше чем водопад. Поэтому. от него точно не закутывается. Водопад. Во всяком случае чистая слеза. Такой. Очень мелковат. Да. Ну а здесь. есть возможность. Привет. Привет. Здесь есть мост. И много разных домов. Вилл сдаётся. Для отдыха. Вокруг горы. Водопад. Хорошая место. Следующая остановка. Река Сырет. Это как раз по обратному пути с водопада чисто слеза. Вода действительно как слеза. Это вода. Речка Сырет. Горная. Ну как горная. Она такая шумная. И здесь такие наплывы различные. И вот так. Прямо бежит. Челестит. Очень приятная. Цвет воды. Такой лазурный. Прямо. Если смотреть на камушки. Ну вот так. Это выглядит. И там. И там. И там. Очень большие перепады высот. И народ купается в таких. делают. Такие. Для детей. Для детей. Бассейники. Что-то не унесло. Ну а тут есть. Карманы. где можно скитниться. Супер. Очень нравится. Очень-очень. Такая река Сырет. Специально остановились для обеда. Кофе попить. Полдень. Немножко передремали. На жаре. Очень приятное место. Камушки. Такие. Акатыши. Не острые. А именно. Кружные. Акатыши. Как заехать на пляж этот непросто. Так. Если со стороны. Если ехать. С. Уже. Назад. С водопада. То переезжаем через мост. Через речку. И первый поворот направо. И по грунтовой дороге. Она идет прямо-прямо-прямо. По полю. И потом прямо сворачивают. К речке. И тут вдоль речки. Еще петляют. И можно заехать. Тут несколько разных пляжей. Местные сделали. Приспосабливаются уже купаться. В разных карманах таких. Следующей остановкой. Будет. Остановка на реке Черемош. Вот она здесь течет. И вот такой вид. Как раз после. Выжницы. Как раз после. Выжницы. Вот такой. Водопад. Как раз. На выезде с Выжницы. После Выжницы. Водопад. Водопад. На самой трассе. Водопад. Но если подняться. Там есть еще памятник Шевченку. И за ним есть проход. Вот. На такое еще. Продолжение. Водопада. Или начало его. Вот. Достаточно красиво здесь. Прязненько. Но красиво. Как раз. Начало. Водопада. Водопада. Очень красивое. Шумное. Тут. Внутри. Внутри. Водопада. Так же. Обрывы. Скалистые. И поэтому. Шум такой. Особенно. Увеличивается. Красиво. И он. Ну. Такой. Похож. На водопад. Не такой. Как был перед этим. Красивый. Шумный. Хороший. И рядом с дорогой. Не нужно никуда ехать. На первой. Мы ехали. Сворачивали. На 15 км. В сторону. Потом возвращались. А здесь. Прямо. Прямо. Возле дороги. Возле дороги. Возле дороги. Сразу продают. Чернику. Сувениры. То есть. Летно. Летно. Может и не летно. Да. И здесь. Совсем не завтра. На улице. 2-3. Здесь. Прямо. Ах. В каком приятном месте. Остановились. Это место. Где. В. Черемош. Падает. Вот. Он туда идет. Разделяется на две части. И туда идет. А здесь. В него. Впадает. Ну. На. Табличке. Написано. Бутылка. От слова. Пить. Не бутылка. А. На карте. Написано. Речка. Бискал. Поэтому. Не знаю. И вот. Она. Здесь. Как раз. Впадает. Очень. Громкая. Громкая. Вот. Так. В дымке. Горы. Я так понимаю. Что это дымка. От дыма. Где-то что-то. Парят. Вот. Например. Дым. Тут. По центру. Кавра. Поднимается вверх. И распределяется. Кавра. И вот. Ну. Почти как. И стоит. Почти как. Облака. Но. Очень. И здесь. Горная. А здесь. Вообще. Шересты. Остановились. Прямо. Под мостом. Честно говоря. Найти. Где остановиться. С палатками. Сложновато. Свободное место. Все. Или. Огорожено. Дорогой. Или. Распределено. По. Хозяйствам. Уже. Такого. Просто. Свободного. Леса. Уже. Не найти. Ну. Вот. Прямо. Под. Мостом. Нашли. Такую. Прогалину. И. Поставить. Машину. И. Палатку. Уже. Потеряли. Надежду. 9 часов. Смеркается. А мы. Никак. Не можем. Но. С утра. Покажу. Как это. Все. Выглядит. Утром. Сейчас. 10 часов. Утра. Шум. Такой. Сильный. Что. Мы. Рядом. С дорогой. Не слышно. Машин. Шум. Шум. Реки. Не знаю. Слышно ли. Меня. Ну. И. Вот. Так. Выглядит. Место. Где. Мы. Остановились. Красиво. Вот. Место. Купаются. В горных. Река. Тут. До середины. Волене. Но. Нужно. Держаться. За. Какой. Камень. Спускаться. И. Купаться. Нырять. и получать наслаждение. Правда, если долго стоишь, ноги чуть-чуть сводит. Но это круто. Мы едем дальше в сторону Татарова. Усты реки. Проехали. И здесь отличный вид. Вот так это все выглядит. Река, наверное, Черемож. Она здесь немножко более глубокая, поэтому не так шелестит. Порогов нет. И вот это место, где тянуло водой такое многое в этом году. Повалило деревья. И вот горы вокруг. Красиво. Тут как раз разрыв в дороге. Мы съехали. И с этой стороны тоже все. Горы, горы, горы. не только горы. Но красиво. Есть смысл остановиться, посмотреть. Солнечная погода. Но обещают сегодня, с сегодняшнего дня на три дня грозовые дожди. Мы проехали село Усты реки. И вправо был такой карман. здесь везде огражденный. И справа гора. Но тут есть такой карман, потому что стекает горный ручей. Вот там даже есть такое ограждение. Стекает горный ручей и есть заезд. Тут какие-то ворота. но вот сюда мы загнали машину. Горный ручей течет по камням. Шум. Дальше он продолжается. Мы поставили машину. поставили газ. Сейчас сделаем кофе. Сядем. Будем слушать конгресс. Вера делает нас сильными. Немного поприбирали, как всегда. Собрали мусора. Кулечек для того, чтобы и самим было приятно. и поснимали и чеще. И здесь очень интересный открывается вид. Прямо на горы сидим. слушаем конгресс о чудесах творения. И наслаждаемся шелестом горного ручья. Такого приличного ручья. Попробуем. Значит, сверху там нет сел. Чисто горный ручей. Попробуем с него сварить кофе. Итак, мы выехали из села Верхний Ясенев. заехали в какое-то следующее село. просто и тут оказалось подвесной мост вот там. Вот это за сухой елкой. И тут просто нереальная красота. И мы решили забраться на полоныну. Добрались до середины. Тут еще далеко вверх. но прямо крутой для горных баранов. И тут лазят горные коровы. Ну реально. Они протаптывают себе тропинки серпантином. Прямо дорожка рядом с дорожкой. И щипают травку. Ну вот как вот так щипают приблизительно. но нереальная красота во все стороны. Внесу течет речка. Мне кажется это Черемошного могу уточнить. Не было надписи. Связи никакой нет. Вообще никакой. Специально купили Киевстар. можно было сказали Киевстар. Берег даже связи нет. Не говоря уже про интернет. и вот во все стороны только смотри и удивляйся. Очень красиво. Обещали что сегодня будут грозовые дожди. Но что-то не срослось пока. Река не такая чуть чуть глубже поэтому не такая активная. Есть пляж и съезд на пляж. Ну и вот здесь тоже следующее село заезжаем и тут тоже я думаю что можно и остановиться. Есть такой мостик и за мостиком съезд такой съезд есть но туда никто не заезжает и можно на нем остановиться для того чтобы переночевать если с палаткой ну а красотища тут просто просто нереально невозможно фотоаппарат остановить камеру остановить не знаю как это передать но просто нереально и мы перешли через мостик и там перелезли через вот это ограждение заборчика там даже интересно покажу значит забор и рядом с забором по серпантину такой на мостик для коровы чтобы она перелез забор вместе с хозяином и переходила домой сама чтобы переходила через забор переступала такая интересная конструкция если не забуду с него ну вот да карпатский веночек карпатский веночек да бедновато на цветочки такая трава специфическая мелкая во многих местах покошенная представить сегодня могу это не покошенная но рядом участок покошенный там следующий как это возможно на такой крутизне даже честно говоря я не знаю тем более одни камни лежат как они косят по камням ну или может быть здесь не выбраны камни поэтому не покошены и здесь ну просто отвесно если соскользнул то остановит только заборчик вон тот поэтому будьте внимательны и аккуратны очень красиво забрался еще выше и поэтому решил с более большой высоты сделать обзор очень красиво и в ту сторону тоже горы вот там верхний Ясунев и потом выезжаете и следующее село но почему-то без названия красотища просто немая верхний Ясунев тоже очень красивый и там тоже есть такие мостики и автомобильный там мост через реку есть и два подвесных мостика здесь мы пока нашли только один подвесной ну и здесь по-моему нету автомобильного но очень красиво и смог забраться на гору тут есть еще куда забираться но жена моя сказала что уже нет говорит на Хаверлу пойду на Хаверлу пойду а сюда не пойду ну вот как-то как-то так просто отвесная по траве если вдруг подскользнулся то будешь в речке а тут по камням рекомендую очень красиво в свободном доступе неимоверная красота не выезжая не выезжая за границу так уж сложилось что я не взял палку приходится снимать просто с руки очень красиво неимоверно вот там река здесь неимоверный спуск просто солнце светит хотя обещали грозу и три дня дожди это нас расстроило конечно но пока еще не было но обещали что будет ну прямо со всех сторон красотища ну просто неимоверная просто неимоверная ну а вот вот эти бугорки такие горизонтальные дорожки это такие серпантины туда-сюда туда-сюда вытоптанные коровами но серпантин есть не только здесь вот я показываю по смотрите вот так вот чик чик и вот так и вот эти горные коровы должны самостоятельно специально для них сделан такой серпантин чтобы она могла сюда зайти переступить пойти потом пойти вот по этой тропинке туда в конец а потом вот туда а потом вернутся по вот этой чтобы не спускаться вниз потому что круто а нужно идти по серпантину не знаю как их этому научили переступать через забор но как-то они это делают ну видишь Таня не выдержала серпантин пошла напрямую мы проехали верховину немного дальше проехали и там река петляет дорога петляет через речки разные влево вправо и вот появился перед очередным селом не посмотрел как не могу посмотреть в интернете нет связи даже просто связи не говоря уже об интернете и есть разрыв карман и тут ну просто есть правда там куча мусора свалка проблема мусора большая мы собираем мусор на стоянках но реально выкинуть некуда не существует мусорных баков то есть это проблема и мы возле очередного очередной речки остановились сейчас ее покажу речка интересная сейчас вечер поэтому может быть контрастность теряется съемки растет большая сморека и интересный ручка здесь называется полностью из камней прозрачная вообще прозрачная вообще вообще мелкие рыбки бегают ну вот такая не сильно журчащая но полностью по камням вот 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 такой на фоне вот такого обрыва мы типа каньон стена полностью обрывается вот здесь вот такие плиты в воде вода прозрачная и с этой стороны тоже журчащая и вот такой такая отлесная гремит гром тучи насунула не знаю будет ли дождь поэтому мы опасаемся накрылись ну и вот вот в таком месте мы остановимся вот такая красота так по дороге у нас на четвертый день закончились запасы мяса которые мы брали сходим с холодильником зашли в кухачку поеду ну а в связи с тем что дочь вот в купленной палатку поставили под пленку дома покупали 6 на 6 сама на 6 метров ширины и 6 метров купили и вот так вот натянули для того чтобы нормально преодолеть вдруг если будет сильный дождь но место очень красиво просто каждый раз красота удивительная красота причем такое вечер очень напряженно такой плотный гроза гроза не перестает само молнию не видно гром гремит просто не прекращая гремит и гремит и гремит и гремит дождь дождь выгнал с нашего места ночлега мы доехали тут есть верховынское лесництво и тут есть выехали наверх это перевал здесь есть место где можно попить кофе потому что внизу где мы были возле реки шел дождь и мы оттуда резко убежали и после дождя вот такие тучообразующие облака идут из леса но и потом они снова выпадают как дождь интересное место правда вокруг деревья поэтому горы особенно не видно но мы остановились для того чтобы с утра перекусить после верховыны мы заехали заехали в верх над верхнянский район и просто ехали с двух сторон лес есть съезд съехали некоторые грибы есть зашли вглубь здесь вот такой мох поросший пни мохом вот это вот это очень очень высокие смиреки вокруг темно пробивается и вот тут иду на дороге ничего не видно но тут вот такая вот царевна царевна лягушка ее мы искали как раз царевна исполняет три желания и не боится во всяком случае делает вид что ее нет такая под цвет лист иголок сейчас мы устроим фотосессию да ну почему мы остановились хотели посмотреть есть ли грибы оказалось уже несколько штук нашли но не особенно это вот сыроежки и ну не знаю это там типа белого только боровик наверное это масленок типа больше пока нет но хотим белых найти по идее тут должны быть но все такое мокрое был дождь но судя по растительности тут всегда сыро и народ говорит что у них все время дождь красиво есть смысл сочно красиво есть смысл остановиться и посмотреть очень высоко ровно смысл такие очень ровная древесина ну что мы заехали в ворахту и увидели съезд наверх влево решили перед ворахтой заходили в лес на съездах просто и немного грибов насобирали не особенно с обоих сторон речки поэтому не могли зайти а тут кто к ворахту заехали немного проехали и съезд влево вверх был к какой-то садыбе но рядом поставили машину и зашли в лес все и тут в лесу огорожено коровами но вот пожалуйста для коров не коров чтобы коровы не уходили в лес даже по лесу просто прямо в лесу глубоко в лесу и все равно загорожено но вот белые грибы сейчас отломаю прямо под смирекой это смирека и вот они может это не белый похож на белый но отрезаешь придавливаешь и он сразу в синий синюха наверное ну типа белого тут ножки красные у нас будаюшка внизу да ну и уже насобирали можно будет сварить супчик еще лисичек насобирали лисички да они тут так красиво растут как будто бы очень мелкие но как-то тачки такие как копеечки рассыпаны очень мелкие но жена из них хочет сделать настойку очень целебный гриб от всего помогает или съедим вообще от всего ну и едем дальше через ворохту дальше на татару хотя не хочется уезжать потому что хлебы манят нет интернета не можем посмотреть в какую сторону ехать все-таки хотим остановиться на рафтинг доедем до интернета и посмотрим куда съехать раньше немного был городок там где мы останавливались и кушали была база рафтинг там много рафтинга просто одно на одно вот он сразу синий мгновенно посмотрим как он называется если съедобный вообще-то синиещие грибы не бывают ядовитыми но они бывают горькие есть такой гриб чертев гриб или печеночный называют он не ядовитый но если вдруг сготовите съесть не сможете уже никакие да весь суп будет несъедобный просто горечка вообще карпаты это шота стояно мы остановились на перевале села прямо наверху кривопилинга и тут ну просто неимоверный вид горы за туманом неимоверный наверно не передает так но по кругу просто только что был дождь ну и здесь вот есть остановка наверху милая он тоже снимает ну ладно очень красиво мы проехали немного дальше но вернулись там мы собирали грибы и вернулись сейчас еще немного проедем будет сыроварня хотим купить сыра попить кофе и вернулись потому что хотим гремит гром причем постоянно здесь недалеко Хаверло поэтому вернулись для того чтобы зайти в сыроварню косит человек именно бензокосой а не косой с сегментными ножами вероятно сейчас покажу у всех коровы поэтому совсем не так как в нашей местности коров вообще нет капает дождь но на сыроварню мы таки заедем рафтинг не факт по такой дороге очень красиво круто таки появилось ну вот уже на четвертую сыроварню мы хотели поехать остановились проехали километров 12 по плохой дороге но потом началась вот такая дорога и хотели пойти пешком но гремит гром думаем назад не выйдем ну и даже пешком неимоверный подъем глина грязь не понимаю как туда народ и все все равно дальше в гору и в гору и вот это не самый высокий подъем это круто ну а дальше тут после поворота там мы прошли правда белых грибов нашли в лесу вот таких но дальше еще круче подъем даже в гору мы решили и пешком даже не идти потому что оно слишком но тут только если нанимать экскурсию мы как-то на одну сорвание пытались поехать начали забираться по щебне не забрались назад сдали а сзади подъехал уазик на котором было написано экскурсии и погнал вверх вот на нем пожалуйста то есть вы заказываете экскурсию на сыроварню и это уже четвертое на которую мы пытаемся доехать и одинаково нет сюда дальше всего мы километров 12 проехали по дороге в гору щебень но у меня поддон металлический не поддон защита поддона есть гребся часто но я не боялся пробить но вот тут мы остановились вот там машина видна сейчас уже возвращаемся хотели пешком пройти два километра в одну сторону два в другую вернуться но даже пешком не смогли вернуться но еще потому что сейчас гремит гром начался началась капать дождь а нам тут на скользкий подъем подниматься назад подниматься назад и боимся что если вдруг пойдет дождь мы даже на вот этот не такой сложный подъем не сможем подняться а здесь чистая глина квашня вот там загорожена небо вот там впереди но загородку снимается а вот дальше колея и она не такая большая смогу вернуться но если вдруг сейчас дождь начнет лить и скользота будет абсолютно я туда боюсь не вернусь возвращаемся круто вниз по щебню вот такой из окна не смогли мы доехать но ехали вот по такой но мы старались километров 12 чуть-чуть не доехали если бы такая была мы доехали но все-таки нет мы переждали дождь в ресторане высокий грунт интересное место почему потому что мы стоим на площадке сам высокий грунт вот вот и мы стоим на площадке где ну по всей по всему кругу горы 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 не парят горы из которых выходят облака прямо на облаках прямо на горах облака отсюда сзади вот прямо сзади нас на горах облака лежат прямо кто еще не в курсе откуда берутся облака сейчас схожу прямо будущее облака ждите дождь прямо из год выходят и туда идут для того чтобы потом снова вот так более контрастно видно тут они везде круговорот воды в природе тут они везде но просто может быть на видео они все наверное видны и прямо соединяются с облаками как видно очень интересное место как мы поняли мы здесь бахрач очень понравился очень вкусное блюдо рекомендуем похоже на лагман только с картошкой да все остальное ну как бы обыкновенное мясо свинина мясо с фасолю ну так можно взять шарку и там то все пельмени бахрач стоит 115 гривен да хочу вам показать есть новый открытый мной водопад значит перед самым селом Кривопилля есть такой поворот направо где есть карман карман где можно остановиться мы здесь останавливаемся уже второй раз и вот есть такой отбойник после отбойника можно зайти и отсюда но там только через воду проходить как можно реально пройти вот есть такой отбойник после отбойника есть огражденный забор тут везде огражденный это огораживает чтобы коровы не заходили здесь нужно перейти через забор уже он сломан прямо за отбойником есть вот раз второй третий пролет этого забора или перелезть тут сломано сейчас можно сюда пройти и идем в сторону речки есть еще один забор его нужно перелезть его нужно перелезть тут не сломан просто перелазим наступаем перелазим появляется речка и спускаемся к речке и вот пожалуйста вам шикарный бушующий водопад очень громкий не знаю будет не слышно и к нему можно там дальше не подойдешь везде такой обрыв каменный причем камни видите вертикально так стоят и подним потихонечку переходим к самому водопаду очень шумит очень красивый такой аккуратно стесанный шлифованный камень получился и вот такой водопад подходим к нему и фотографируемся шикарное шикарное для фотографии можно сказать вот например на этот камень и здесь можно пофотографироваться водопад называется каструбатый водопад не спрашивайте почему просто так называется и все вот такой водопад по размеру это вам не девочи слезы который просто там капает маленьким ручейком конкретный водопад здесь правда вода из-за дождя стала коричневой мы здесь были вчера были ну идеально как бутылированная текла вода настолько была чистая думаю что через несколько дней будет такая же так что я показал где она обозначена карте локацию в гугле сможете сюда добираться мы снова вернулись на стоянку перед кривопольем потому что шпарил дождь и мы решили остановиться как обычно мы поставили пленку палатку хотел обратить внимание на интересную структуру камней посмотрите вот здесь допустим вот так идут ровно хвосты потом выворачивается вверх немножко идем дальше немного переходим дальше здесь совсем выворачивается а потом только и прямо выстрел вверх вертикально вверх как-то здесь работали какие-то процессы когда-то лава или ну не знаю кто-то выстреливает причем такая слоистая полосы твердого камня причем ровненько вот например как эта плита а между ними такая прямо разрушается пластинками ну совсем рыхлый грунт шел дождь поток стал ну раз пять ну сейчас уже меньше ночью был раз в двадцать больше чем был когда была чистая вода когда мы первый раз приехали все это заполнено водой было сейчас немножко опять упала вода я могу тут сходить и она стала ночью была вообще прямо коричневая сейчас плюс-минус немного освещается ну Таня говорит что у нее попроходили там кровоточила она собиралась обожглась потом в дороге несколько раз срывала ожог и начала купаться когда мы начали купаться все зажило сразу причем так кровило затянулось и уже вообще нет думала что будем купаться она же когда рану мочишь она загнивается во всяком случае мокнет все затянуло поэтому есть определенная магия определенные свойства целебные у родниковой у горных ручьев так скажем следующая остановка у нас получилась туннель любви под ровном это вот такая непомерно длинная в одну и в другую сторону туннель который вырезается самим паровозом тепловозом здесь не электровоза а тепловозы ездят в километрах в тридцати вот ровно мы сюда приехали потому что снялись с места стоянки лил дождь обещали еще двое суток дождь за ворохтой и смысла оставаться не было ночью плюс девять днем льет дождь никуда не пойти гаверлу не посмотреть на рафтинге но мы еще не по этой причине рафтингом решили не заниматься потому что все-таки сейчас карантин никто не обрабатывает тоннель любви приблизительно вот так выглядит в принципе интересное место но нужно найти место где удачные снимки будут и желательно снимать со штатива чтобы было больше расстояния не хватает и если далеко снимаешь плохо видно лица поэтому лучше с хорошего фотоаппарата чтобы он фокус выдерживал с обыкновенной камеры или с мобильного телефона получается недостаточного мне кажется качества снимки поэтому лучше конечно с профессионального какого-то фотоаппарата что-то худнее